Я начну прям вот этот ответ со своего взгляда, не с птичьего полета, потому что я в экономике не очень хорошо разбираюсь, наверное, и думаю, что это все хитрость. Все эти высказывания, это просто хитрость, какая-то это какая-то игра. Дело в том, что, ну, например, приходит ко мне Вася Пупкин и говорит, Ксюша, дай мне взаймы. И я, вот прямо сейчас свою фамилию не буду марать фантазиями, а честно скажу, Оксана Сташенко в долг не дает. Причем я не стесняюсь говорить. Я не говорю, что у меня сейчас нету, и меня надо заплатить. Я просто говорю, у меня есть деньги, но они мне самые нужны. Я не даю в долг. Два человека могут, кому я сама приду и предложу. Когда даешь в долг, ты должен понимать, что тебе могут его не вернуть. Если у тебя лишние деньги, давай. Вот все, кто давал в долг государству, которое сейчас вот в такой вот ситуации, в беде такой находится, все, кто давал, они должны были понимать, что такое могло случиться. Если эти деньги для вас лишние, то и не требуйте с них ничего. Хотите, давайте дальше. Но я считаю, что из этого надо делать выводы. Давать в долг не на до. А уж если вдруг что-то случилось, и ты даешь в долг, в этом случае должны быть такие долговые обязательства, чтобы человеку было, будь то он руководитель страны, банка, предприятия или просто хозяин своей семьи, чтобы ему даже в голову в страшном сне не приснился вариант не отдавать долги. Это вообще не стоит даже обсуждения. Это просто вызывает разочарование. Кстати, ведь самая страшная потеря и горе у людей и так далее, это не потеря материального, а разочарование. Вот и все.